Собака не должна бояться выстрелов, активно атаковать нарушителя, ну и по возможности маневрировать и найти его по звуку выстрела, ну и соответственно уничтожить. Если нарушитель перестанет оказывать сопротивление, ну мы, как говорится, гуманные войска, то собака, соответственно, перестает его атаковать и переходит в фазу удержания до тех пор, пока не придет специалист за ней. Внимание, выходи, применяй собаку. Служебная собака это прежде всего боевая единица, работать должна как автомат Калашникова, без сбоев. Даже опытным инструкторам не по себе, когда на тебя несутся с лаем почти 30 килограммов животной ярости. Всегда страшно, а так привык уже, в принципе, страх, как говорится, уже чуть-чуть осталось, жарко только и все. Кинологи Росгвардии со всего Уральского федерального округа соревнуются в нескольких дисциплинах. Задержание, поиск материала по запаху, обыск местности, атака огневой точки, общая дрессировка. Судейство строгое. Лишнее неверное движение собаки, лишняя команда инструктора, сразу балл становится ниже. На данных соревнованиях мы проверяем и подготовку патрульно-розыскных собак, минно-розыскных собак. В первую очередь это обмен опытом между самими специалистами, потому что каждый специалист – это индивидуальная, так скажем, единица именно в дрессировке. Среди мохнатых спортсменов много бельгийских овчарок, некоторые среди них универсалы. Могут и сражаться со злоумышленниками, могут и мины искать. Также сейчас все страны мира применяют бельгийцев. Немцы уходят на второй план. Самопороды выносливые, не болеют, у них более драйвовые, можно сказать, собаки. Значит, собака сейчас своим сигнальным поведением показала, что там есть наличие взрывчатых веществ. То есть каждый киновый готовит собаку на сигнальное поведение индивидуально. То есть у нас посадка, укладка голосом и, так скажем, замирание в стойке. У меня в руках 100 грамм имитации взрывчатого вещества. Ничем не пахнет. А этот четвероногий друг его очень даже хорошо чувствует. Научно-технический прогресс еще столетия не заменит вот таких прекрасных животных. Бельгийца с ямальской пропиской зовут Инур. Служит пес в Новом Уренгое. На чемпионате показал себя достойно. Он нюхач. Боевая задача – найти взрывчатку. Выполнять ее Инуру приходилось не только на соревнованиях. Принято. Ездили с ним уже три раза на СВО. Там он тоже нормально себя показал. Не забоялся нигде. Изрывы и стрельба была. Настоящий военный пес уже. Мужчина, одним словом. В Тюмени по итогам чемпионата сформируют сборную Урала для выступления на российских соревнованиях кинологов Росгвардии. Денис Новиков, Дмитрий Ельпин, Александр Суворов. Специально для программы «Время Ямала» Тюмень.